Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал ЛОД. В эфире тема дня. Сегодня мы с вами поговорим о ветеринарной медицине на Луганщине. У нас в гостях исполняющий обязанности начальника Главного управления ветеринарной медицины в Луганской области Андрей Хорошко. Добрый вечер! Добрый вечер! Андрей Олегович, на сегодняшний день, в частности, в нашем городе до сих пор остается нерешенной проблема бездомных животных. Можем ли мы сейчас говорить о том, что если эту проблему никак не решать, то в дальнейшем у нас будет проблема еще и бешенства? Значит, ну, начну с того, что дам короткую характеристику заболевания, которую мы сейчас будем обсуждать. Это особо опасное заболевание золотропоност, вирусная этиология, которой на сегодня болеют все теплокровные животные, и он начинает слоной, кончая мышкой, грубо говоря, да? Вот. И почему название включения, включили в название золотропоност, потому что это заболевание общее для человека. Исключительно оно опасное, потому что вызывает смерть и случай выздоровления человека, заболевшего бешенства. Очень мало их, практически нету, ну, как и записанных, это единицы. Поэтому это исключительно опасное заболевание для человека. Что касается вашего вопроса, то да, действительно, основным источником переноса заболевания бешенства на сегодня являются дикие, значит, и бродячие животные, которых на сегодня, к сожалению, очень много появилось в связи с тем, что у нас очень оказалось много брошенных животных, да? Понимаем, что люди уезжали в спешке, бросали животных. И поэтому, значит, соответственно, в природу попало огромное количество животных, и у нас есть с этим проблемы. На сегодня, соответственно, мы видим, что в области идет рост заболевания, таким заболеванием, как бешенство. Вот. И, ну, что касательно Севердонецка, то я успокою жителей этого города, значит, потому что, по нашим данным, зафиксирован лишь один случай в том году был этого заболевания, значит. И говоря о том, что произошло критическое накопление возбудителя во внешней среде, которое может вызвать эпизодию среди животных, в том числе и собак. Опять же, повторюсь, болеют все животные, да? Ну, не приходится, поэтому, ну, не исключена вероятность того, что эти случаи могут повторяться и в этом году, и в том числе и в Севердонецке. На Ваш взгляд, можно как-то решить эту проблему с помощью стерилизации бездомных животных? Да, стерилизация-то решает проблему, но это является одним из компонентов общей программы, которая, ну, есть программа по регулированию численности животных, да. Это один из компонентов, это комплексный подход, то есть, ну, а это один из компонентов этого комплексного подхода. Такая программа на сегодняшний день существует у нас здесь, в Севердонецке? На сегодня не в Севердонецке, ни в одном из городов области, значит, такие программы не работают. Почему? Потому что, ну, наверное, объясню, что такая программа включает в себя это создание приютов, в первую очередь, да. Ну, начнем с того, что животные должны отлавливаться в гуманный способ, помещаться в приюты. В приютах, при которых работают специалисты ветеринарной медицины, проводят, значит, ну, оценку состояния животных, по которым принимается решение, или это усыпление, или это стерилизация. Вот о чем мы говорили в предыдущем вопросе. И, соответственно, после реабилитации животных, после стерилизации, оно отпускается во внешнюю среду. И при этом достигается, значит, решается два вопроса, значит, оно не продолжает репродуктировать себя, да, потому что лишена возможности. И, соответственно, защищает свою кормовую базу, не пускает на свою территорию других животных, которые, ну, скажем так, вот, могут подходить из внешнего кольца, скажем так, из дико, из предгородских территорий. То есть в городе создается какой-то вот более-менее благополучный участок, почему вот вопрос стерилизации, он активно используется во всем мире. То есть мы сейчас можем говорить о том, что вопрос стерилизации не будет решен до тех пор, пока в городе не будет создан приют. Правильно я вас понимаю? Ну, конечно, потому что животных надо же поместить куда-то. А потом, еще после стерилизации, период реабилитации, это же содержание, это, соответственно, где-то его надо содержать. Мы готовы на сегодня, наша государственная служба ветеринарной медицины, то есть заключать договора и проводить стерилизацию, то есть, ну, опять же, надо решить вопрос с отловом животного и помещение его в приюты. То есть этот вопрос в любом случае надо решать местным властям через создание вот этих региональных программ по регулированию численности животных, выделять деньги для этих целей и начинать эту работу проводить. Ну, кстати, я вам скажу, что есть по этому поручению и доручение губернатора моего, буквально уже озвучили, и оно постоянно озвучивается. Значит, будем, есть сроки конкретно установлены до 1-го лыпня, такие программы разработать в области. Ну, подождем, значит, посмотрим, как они будут выполнены. Вы сказали, что в том году был зарегистрирован лишь один случай заболевания бешенством животного. В этом году какая ситуация? Были ли в этом году зарегистрированы такие случаи или нет? Значит, я один, это случай по Северодонецку. Если взять в целом по области, в том году мы имели 47 неблагополучных пунктов, в которых заболело 71 животное. Ну, много ли это мало? Могу, например, сказать, что в 2007 году в области у нас было 312 случаев заболевания бешенством. В этом году 47. Значит, ну, любой рост всегда заболевания для нас вызывает тревогу. Потому что, ну, знаете, в этот период, когда идет война, мы не можем использовать на себя в борьбе с этим заболеванием какие-то традиционные методы, которые использовали раньше. Это отстрел животных в дикой фауне, это работали охотники, бригады по отстрелу. Это использовалась парориальная вакцина. Мы 4 года до войны, до 14-го года, использовали парориальную вакцину. То есть, иммунизировали животных в дикой фауне и создавали иммунную благополучную зону. Это позволило нам свести до двух случаев в год, то есть, практически свести на ноль это заболевание у всей области. Случилась война, огромное количество животных высвободилось. То есть, поменялись условия, не можем производить отстрел, не проводим парориальную вакцину. То есть, соответственно, накопилась та критическая масса, которая вызывает рост этого заболевания на сегодня, который мы видим. В этом году, да, в этом году мы уже имеем 6 неблагополучных пунктов, в которых заболело 16 голов. Если сравнить с прошлым годом, да, есть рост, в принципе, но, скажем так, ситуация не критичная, но в любом случае на это внимание обращать надо очень пристальное внимание. Это заболевание в каком-то одном районе зафиксировано или в нескольких? Во всех 12 районах, во всех 12 районах мы имеем случаи заболевания бешенства. Где-то больше, где-то меньше. И вот на сегодня, это по прошлому году. И по этому году у нас в Беловодском, Кременском, Марковском, Новопсковском, Старобельском и Старобельском районах уже мы имеем фиксирован случай бешенства. То есть, ну, опять же, говорим о том, что это заболевание имеет место, то есть, и мы будем на него с ним внимательно работать. Есть ли у вас информация с оккупированных территорий? Какая ситуация на данный момент сложилась там? На оккупированных территориях по прошлому году у нас, у меня лично была информация, это порядка 30 случаев у них там, но я, как бы, привык верить более официальным цифрам. Для нас это результаты лабораторных исследований, подтвержденных случаев, да, то есть, поэтому, ну, конечно, если оно есть у нас, оно же границ не имеет, то есть, и поэтому тут, ну, у них такая же точно ситуация, может быть, даже хуже, потому что здесь все-таки служба нацеленная работает. Вот через иммунизацию мы сейчас увеличили количество, значит, животных, то есть, уже люди ходят, наши специалисты по дворам уже сейчас проводят иммунизацию животных, подворные обходы делают, поэтому мы постоянно активно работаем в этом направлении. В этом году также значительно увеличилось распространение африканской чумы свиней. Скажите, с чем это связано? Ну, скажем, что касается африканской чумы, значит, да, действительно, 2014-2015 год, ну, 2014 год стал началом, как бы, широкого распространения африканской чумы свиней в Украине. Вот, он, в 2014 году, мы даже у себя, в Луганской области, мы имели три таких случая, три очага. Это два в дикой фауне, один, значит, в селе, это на приватном секторе, на частном секторе. Вот, но, к счастью, к счастью, значит, на сегодня вот в Луганской области у нас африканская чума не регистрируется как заболевание, значит. Если взять 2015 год, то в Украине мы имели 40 таких случаев. Это Черкасской области, 13 пунктов Черниговской, Черниговской 13, Черкасская 1, Сумской 6, Киевской, Ролинской, Полтавской, Житоминской, Одесской, Николаевской. То есть, видим, это север, ну, и получился еще юг, у нас захватил Одесскую Николаевскую область. Север, центр Украины и завезли на юг Украины Одесскую Николаевскую. Ну, это заболевание, значит, ну, это 40 случаев было. На этом году таких случаев выявлено 7 уже, последнее, это Кировоградская и Одесская область. Это уже в Березне было, в марте месяце. Значит, ну, как показывает практика, оно будет и дальше иметь место распространения. То есть, тут надо всегда быть на щеку и, значит, выполнять те требования, рекомендации, которые дает весь служба для частников, для фермерских господарств, чтобы не допустить заболевания к себе. Как вообще возникает этот вирус и распространяется? Сам вирус распространяется сырьем. Значит, источником распространения вирусом может быть как больное живое животное, так и продукты, которые из него сделаны. То есть, ну, то есть, животное убито, сделано банально колбаса-сава, да, оно в банках привезено, человек покушал, дал, грубо говоря, помой животному, восприимчивые только свиньи к этому заболеванию. Человек не болеет, соответственно, оно полностью безопасно для человека. Почему мы считаем его, и, значит, таким, ну, скажем так, возвели его такой рак, потому что он наносит огромный экономический ущерб. Грубо говоря, если заболевает одна свинья в селе, то вырезается все село, я имею в виду, свинья. Вот, поэтому стреляют другие люди. Вот, и на эту территорию накладываются карантинные ограничения. Это люди не могут продавать, возить продукты оттуда. Это, ну, прямой экономический ущерб. Если в Украине это возникнет еще, получится распространение больше, то мы можем, да, да, нам могут закрыть границы по реализации, ну, отдельных видов, в частности, фуражного зерна. То есть, это уже ущерб экономике государству, потому что это немалый кусок в ее экономике. Мы же понимаем, что все-таки зерновые – это живые доллары. Если все-таки эпизоотическая ситуация в нашем регионе станет хуже, скажите, ваша служба готова на сегодняшний день быстро среагировать и минимизировать последствия? Конечно, значит, мы на сегодня готовы к любому заболеванию, в частности, допустим, если оно имеет место, значит, возникнуть. В том числе и африканская чума свиней, для этого есть и силы, и средства, и материальные ресурсы, значит, и людские, и, значит, где средства закуплены дополнительно, мы закупаем и закупили. В этом году уже спецзащиты костюмы, техника, ДЭС-техника, все это инвентаризировано уже, значит, мы понимаем, с чем мы работаем, чем работаем, с кем работаем. Ну, конечно, в зависимости от того очага, который, значит, мы будем иметь по факту, значит, ну, соответственно, там в любом случае включаются все и МЧС, и милиция, и ВЕС-служба. То есть, это не задача одной службы, если возникнет АЧС, ликвидировать, это очень такая проблемная вещь, поэтому проще ее не допускать, нежели потом ликвидировать. Вот, опять же, хочу обратиться к нашим животноводам, кто содержит свиньи, выращивает свиньи в частном секторе. Очень ограничьте, пожалуйста, контакт других людей, значит, не кормите их отходами со стола, пищевыми отходами, значит, термически обрабатывайте отходы. То есть, это те правила, в конце концов, меняйте сапоги, когда заходите в помещение с животным, где у вас содержатся животные. Это те элементарные вещи, которые поберегут, чтобы занести, и ни в коем разе с леса не тянуть дикого кабана, мяса, или какие-то остатки. То есть, у нас вот и такие случаи были, что в Краснодарском районе мужик притянул домой дикую свинью дохлую, да, собак кормить, рассказывает, значит. А у самого 30 голов свиньи. И, соответственно, все 30 голов через 5 дней начали дохнуть. То есть, мы получили классический пример эпидемиологического ланцюга, заболевание, как зашло в деревню, да, с диким животным притащили на восприимчивых домашних, и по итогу все село было вырезано и спалено свиньи. То есть, вот проблема еще. Есть ли в этом году случаи заболевания животных сибирской язвой? И чем опасно это заболевание? Сибирская язва, это же, так же, как и бешенство, является золотропонозом. То есть, это то заболевание, которым одновременно болеет и человек, и животное. То есть, и животное, и заразив, человек может, употребив продукты из животного, заразиться, и, значит, будет ущерб здоровью. И, ну, в частности, сибирская язва, это, ну, скажем так, летальность, там, очень высока вероятность. Это спорообразующая бактерия, дело в том, что, и поэтому оно очень длительное время может пребывать в среде, во внешней. Значит, очень нечувствительное к любым химическим факторам, вот, переживаемость у нее до 100 лет, вот, бациллы, да, спорообразуют. То есть, когда бактерия образовала спор, она может находиться в внешней среде до 100 лет, то есть, очень много, длительное время. Поэтому, вот, употребив животное, заразив, конечно, обязательно, вот, получит, мы воспроизведем заболевание на этом животном. Чем опасно, то есть, был ли случай, да, был последний случай, это в Изюмске, Изюмский район, в частном секторе, это Харьковская область, буквально в марте месяце, ну, это, скажем... Вот, в этом году уже. В этом году уже, да, это последний случай, кстати, мы его не так много имеем по факту в Украине, да, но, вот, как пример, вот, в марте месяце в Изюмском районе Харьковской области, человек дорезал бичка, который, ну, имел такой вид больной, как он и решил, чтобы он не упал, не умер, да, его дорезать и по-быстренькому, может быть, употребить пищу или угостить соседей, как бы, но... Здравый смысл все-таки заставил его обратиться к ветслужбу, да, и когда наши специалисты, ну, Харьковские коллеги, увидели действительно уже тушу этого быка, и по характерным признакам, конечно, установили, заподозрили, что там есть, вероятно, сибирская язва, и когда провели лабораторное исследование, то подтвердили, что там, да, действительно, сибирская язва, и, соответственно, начали проводить комплекс мероприятий, которые, вот, по ликвидации этого заболевания, там тоже очень жестко все это, все палится, дезинфицируется, это просто так, если это в частном секторе, ну, это как тайфун прошел, все заливается средствами, деревянные части палятся, то есть, это, ну, как бы, неприятная вещь, то есть, и психологически такая тяжелая, люди контактные, их начинают наблюдать. Андрей Олегович, а можно ли простым людям какие-то существуют признаки того, что действительно животным заболело сибирской язвой, какие самые, вот, элементарные характеристики, что должен в первую очередь увидеть, вот, хозяин? Ну, значит, явных таких клинических проявлений, где бы человек, не имеющий специального образования, увидел бы и определил, что там, если какое-то подозрение на сибирскую язву, такого нету, действительно, это может определить только специалист по внешним признакам, если это живое животное, да, заподозрить, по крайней мере, четко убедиться, сказать, да, это сибирка, и даже специалист не сможет. Есть характерные патоизменения, которые есть уже при вскрытии, допустим, туши животного, мы видим, это характерные там изменения в селезенке, в лимфатических узлах, состояние крови, она не свернулась, то есть, тогда специалисты наши, конечно, всегда, в первую очередь, мы исключаем сибирскую язву, вот, а потом уже дальше, если это действительно не сибирская, значит, начинаем устанавливать причину, что это такое, то есть, ну, в первую очередь, всегда исключается сибирская язва, это как золотое правило ветеринария. Иммунизация сельскохозяйственных животных сибирской язвой и другими животными в прошлом 2015 году была выполнена на 100%. Скажите, пожалуйста, в этом году проведены ли уже все необходимые закупки вакцин? Значит, в этом году, значит, мы сделали, в том году даже позаботились за этот год, и фактически на начало года, и сейчас у нас есть 70% потреба по, ну, если взять на весь год, то у нас уже 70% всех вакцин и других иммунобиологических препаратов, диагностику, мы уже себе в области создали такой резерв. Поэтому у нас есть чем работать, то есть, мы готовы полностью сейчас провести весеннюю диспансеризацию, те, которые запланировали планами своими, то есть, и, значит, будем планово в порядке этим заниматься. Уже сейчас, буквально в ближайшее время погода не позволяет, значит, наши специалисты уже будут начинать эту работу. Скажите, можно ли провести вакцинацию бездомным животным? Можно, можно, но это как раз же парориальная вакцина, чем мы занимались 4 последних года, но, понимаете, тут в чем дело, тут, ну, скажем, сам порядок применения вакцины, конечно, он более направлен на иммунизацию в дикой фауне, это там, где есть лесиный нор, раскладка, там целая методика. Почему? Потому что этой методике надо придерживаться, и после этой методики надо обязательно контрольные исследования по отбору, там, грубо говоря, клыков данной исследования, ну, это тонкости такие, вот. Это целая программа, которая требует очень скрупулезного выполнения. Вот в наших условиях на сегодня, когда в лес зайти, ну, скажем, специалисты не смогут, ни нигеря, ни ветеринара, потому что, ну, вы сами понимаете, у нас, ну, очень насыщенные, конечно, сейчас воинскими подразделениями, и определенные там вещи, которые связаны там с жизнью, это растяжки, там, то есть, конечно, вот эта работа тяжеловато будет у нас сейчас убедить. А по городу разбрасывать по мусорникам, там, грубо говоря, вот, без контроля нам не позволит, потому что это государственные деньги, чтобы, как бы, ну, поймите, тут мы, на эту тему сейчас я, в принципе, и веду разговоры сейчас, может быть, в виде исключения нам позволят, что-то, вот, если будет рост продолжаться, заболевание, как вынуждена мера, мы попробуем обратиться с этим вопросом, чтобы мы выделили вот эту вот проральную вакцину. Андрей Олегович, как на сегодняшний день ветеринарная служба контролирует наши рынки? Значит, на наших рынках работают и работали, значит, лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы. На каждом продовольственном рынке такие лаборатории существуют. Это, значит, как раз основной задачей этих лабораторий является контроль за качеством, за безопасностью и качеством, реализуемой на рынках продукции, им подконтрольны на сегодня там и осамолочная продукция, и растительная продукция. Как на сегодняшний день также организована ветеринарная служба в селах? Мы говорим, что в крупных городах эта служба хорошо продолжает свою работу, а как сейчас, какая сейчас обстановка в наших селах? Значит, в селах у нас, значит, есть система участков и участковых лечебниц, которые, ну, обслуживают 3-4 села, да, эта система, она работает, но, к сожалению, животных становится меньше, ну, в том числе, там, коров, там, в принципе, на русское. То есть, ну, в любом случае, всегда доступ к нашим специалистам у людей имеется, и все животные, которые у нас в области содержатся, мы говорим о продуктивных животных, это, значит, коровы, свиньи, козы, да, они все, в любом случае, попадают под те или иные обработки, связанные вот с противоэпизотическими мероприятиями, то есть, тут эта уже система отработана, она рабочая, она эффективная, то есть, мы этим занимаемся. Андрей Олегович, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, хотелось бы напоследок задать еще один вопрос. Как, лично на Ваш взгляд, можно предотвратить распространение таких опасных заболеваний, о которых мы с Вами сегодня разговаривали? Что в первую очередь нужно для этого делать? Ну, знаете, вот есть золотое правило, если ты содержишь животное, ты должен быть ответственным за это животное. В первую очередь, это провести те необходимые обработки, которые на сегодня обязательны, вот в частности, что касается бешенства. Владельцы собак и кошек, придите к нам, у нас есть бесплатная вакцина. Мы сделаем бесплатную вакцинацию и убережем вас, в первую очередь, от заболевания бешенством. Это просто взять животное, прийти к нашу ветеринарную службу, где на сегодня в полном достатке есть вакцины, животное будет привито, гарантия будет в два года стопроцентная, то есть вакцины классные, работают хорошо. Это что касается бешенства. Что касается африканской чумы свиней, я уже раз повторял, это то же самое, изолируйте своих животных, выращивайте их, пожалуйста, но изолированно выращивайте, не кормите чем попало, желательно, чтобы это корма обрабатывались термические, не пускайте посторонних людей туда, не привозите, бог весть откуда, и непонятно где купленных поросят для разведения. То есть все животные должны быть у вас с документами, или по крайней мере, чтобы это увидел ветеринарный специалист. То есть чаще общайтесь с ветеринарными специалистами, что касается африканки. И сибирка, значит, это ни в коем разе не употребляет пищу вынужденного убитых животных и мяса, купленного на психийных рынках. Вот это вот те правила, элементарные вещи, которые позволят вам уберечься от этих заболеваний. На этом мы ставим точку в нашей беседе. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам, дорогие телезрители, что оставались вместе с нами на телеканале ЛОД. С вами была Ирина Бахмед. До встречи в следующих программах. До свидания.